Огромные выбоины на Котельниково достали автомобилистов города. Владельцы машин призывают сотрудников дорожных служб к действию. Ежедневно автомобилисты Владивостока и гости города, двигающиеся с кольца Третьей рабочей на Боляево и в обратном направлении, вынуждены в буквальном смысле на своих машинах скакать по большим и многочисленным ямам, расположенным на дороге в районе дома номер 12 по улице Котельниково. Эти выбоины вызывают у владельцев автомашин бурю негативных эмоций. Глядя на ямы, всем шоферам есть что сказать. Там такие ямы по колено. Вот как на такой машине проходиться? Машина хорошая такая, а как кататься? Семь лет работаю в этой конторе, столько и езжу по этим ямам. Ну именно здесь вот на Котельниково 12. Я по всему городу езжу. Негативные ямы, они везде. Часто пользуются этой дорогой? Ну, приходится время от времени, да. Сейчас удачно проехали? Насколько удачно? Как вам? Ну как потихонечку, пробки всегда, поэтому потихонечку и ползем. Дорожные препятствия пытаются преодолеть как большие машины, так и маленькие. Сложнее всех приходится по затеркам. Они днищем цепляют выбоины. А спецмашинам с сигналами приходится в буквальном смысле скакать по ямам. Нелегко также приходится водителям общественного транспорта. Шоферам рейсовых автобусов приходится объезжать выбоины очень аккуратно. И в итоге с Аллилуева в сторону Котельниково образуется транспортный затор. Пробка вообще стоит колом, медленно движение. Сделали бы хорошее было бы. Очень устали за пробкой. Когда уже час пик начинается, очень плохо будет. Долго будем ехать. Ну, проезжаете удачно с людьми? Да, ну, медленно, очень медленно движение. Вот вы сами видите. Вот народ, когда час пик много будет, вообще плохо будет. Уже почти месяц так ходим. Вам вообще как пассажирам в автобусе, вот по таким пробкам? Да, вот эти дожди, это вообще жуть на кочках. Это вообще ужас. Автомобилисты города, часто пользующиеся этой дорогой, признались, выбоины появились недавно. Разрослись в ширину, углубились, а также размножились после проливных дождей. Езда по трассе, усыпанной ямами, не представляет удовольствия. Каждый владелец машины платит транспортный налог и, безусловно, желает катиться по ровному асфальту, а не преодолевать, так сказать, себе в ущерб полосу препятствий. Ну, ямы нужно чинить, нужно не воровать бюджет, не распиливать его, а как бы вкладывать в город, в людей. Мы продаем, наша страна, 40% углеводородов всего мирового запаса. Где они, эти деньги, мы не знаем. Ну, явно они в наших дорогах. Автомобилисты города просят сотрудников дорожных служб посетить этот проблемный участок дороги и залатать на нем ямы.